Всем привет, дорогие друзья! Вчера я спросила вас, в чём ваша самая большая проблема в изучении русского? Что вас расстраивает? И самый популярный ответ – падежи. Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Для тех, кто не знает, меня зовут Мария Петрова, я преподаю русский язык иностранцам уже 10 лет, и в этом видео я хочу поделиться своим опытом, что помогает и не помогает моим студентам в изучении падежей. Сначала я поделюсь принципами, которые я считаю очень важны при изучении падежей, и потом дам вам, возможно, не совсем стандартные идеи для практики. Ну что, давайте начнем! Первый принцип, самый важный при изучении языка вообще, и падежей в частности – не спешите. Сейчас объясню. Смотрите, многие студенты ответили – моя самая большая проблема – падежи. Я спросила, а в чём именно проблема? Может быть, какой-то конкретный падеж? И буквально один-два студента назвали конкретный падеж. Большинство сказало, что проблема в другом. То есть, если я спрошу, например, вы понимаете винительный падеж? Аккузатив. Да, понимаю, всё хорошо. Понимаете предложный падеж? Да, и с предложным тоже всё хорошо. То есть, с каждым отдельным падежом кажется всё хорошо. А в чём проблема? Проблема с падежами, да, со всем вместе. И я понимаю, почему. Все падежи – это очень много информации, и вы начинаете путаться. Что это значит? Если вы начинаете путаться, это значит, что вы не дали себе достаточно времени, чтобы эти падежи отработать. Это такая ловушка, на самом деле, для умных и быстрых студентов. Знаете, например, взяли предложный падеж, кажется, о, я всё понял, всё понятно, всё хорошо, идём дальше. Нет. Смотрите, в языке между «я понял, как это работает» и «я могу это использовать» очень большая пропасть. Вы должны дать себе время на практику, на отработку, чтобы прийти от точки «я понял», к точке «я это могу использовать» с закрытыми глазами. То есть, первый принцип – не спешите. Второй принцип, связанный с первым. Минимизируйте. Например, у нас есть предложный падеж, да. У предложного падежа две функции – место и объект мысли. Также у нас есть существительный в единственном падеже, в единственном числе, во множественном числе. У нас есть прилагательные. Всё это очень много информации. Вам не нужно брать это всё за один раз. На один раз берите минимум информации, который вы можете, реально можете отработать сразу. Во-первых, это одна функция, всегда одна функция. Например, сегодня вы возьмёте место и только существительные, и только в единственном числе. Да, если вам нужно ещё меньше, может быть, вы возьмёте только мужской род, например. И это нормально. Не нужно охватывать сразу все формы. Это большая ошибка. Поэтому минимизируйте. У студентов часто есть такая иллюзия, что вот они смотрят на таблицу с падежами, да, и думают, вот чем быстрее я сейчас эти шесть падежей освою, тем быстрее я начну говорить. Но это опять ловушка. Да, если вы освоите их быстро, потом вы, когда будете говорить, будете очень долго думать над каждым словом. Какой здесь падеж, какой там падеж. А если вы минимизируете, вы сразу можете использовать пусть эту одну форму или эти две формы, но сразу использовать их в речи. И третий принцип. Выбирайте релевантную для себя информацию. Выбирайте релевантные для себя примеры. Что я имею в виду? Не учите грамматику из книги, из упражнений. Учите грамматику из жизни, из того языка, который вам нужно использовать. Продолжим пример с предложенным падежом, да. Вы хотите сказать, где вы были вчера. И подумайте, какие места вы реально посещаете. Да, может быть, вы были в спортзале. Может быть, у вас дети, и вы были в школе. Да, это, эти слова актуальны для вас. Ну а список исключений, где у вас там фабрика и завод, вы никогда не будете использовать. Зачем вам сейчас брать и учить форму на заводе, скажите, пожалуйста. Да, то есть убирайте ненужное, да. Опять-таки минимизируйте, выбирая релевантную для себя информацию, релевантные для себя примеры. И не бойтесь, что вы не выучите всё. Когда вы хорошо освоите, отработаете на релевантных для вас примерах, вы успеете добавить этот завод через год, да, или через два, когда вам нужно будет. Принцип номер четыре. Всегда идите от функции, от значения, а не от формы. Это тоже принцип, который работает для всей грамматики. Всегда начинайте с того, что я хочу сказать. Продолжим наш пример с предложным, да. Я хочу сказать, где я была вчера. И для этого мне нужен предложный поддерж. А если вы идёте от книги и потом думаете, как это применить в жизни, то здесь и начинаются проблемы. Идите наоборот. Что я хочу сказать и что мне для этого нужно. И последний принцип, принцип номер пять. Дайте, я задам вам вопрос. У вас есть такая таблица, где все падежи и все окончания для существительных, для прилагательных, мужской, женский, средний род. Есть очень много вариантов таких таблиц в учебниках, в интернете. У вас есть такая? Так вот, пятый принцип. Забудьте про эту таблицу. Выбросите её, пожалуйста. Не поймите меня неправильно. Таблица – это прекрасный инструмент, когда вы уже освоили падежи. Таблица – отличный инструмент для повторения, для того, чтобы всё резюмировать, обобщить. Но начинать с таблицы – очень плохая идея. Я заметила по своим студентам. Студенты, которые постоянно держат эту таблицу перед собой, даже просто она у них лежит на столе, они потом ничего не могут сказать без этой таблицы. Это такой психологический тоже трюк. Мне нужна таблица, чтобы хотя бы что-то сказать. Не нужна вам таблица. А если вам нужна таблица, значит, нужно ещё немножко времени, чтобы отработать какое-то значение, какую-то функцию. А теперь я поделюсь некоторыми идеями для вашей практики. Вообще, как работать с падежами? Один студент вчера написал, я делаю упражнения. А что ещё можно делать? Да, вы правы, упражнения очень важны. Упражнения, конечно, нужно делать. У меня есть небольшое дополнение. Когда делаете упражнения, попробуйте выйти из зоны комфорта. Но не сразу так резко, кардинально. Пойти, например, и говорить сразу с носителями языка. Это очень смелый шаг. Постепенно, шаг за шагом. Например, на этапе номер один вы делаете упражнения. Не знаю, смотрите в таблицу, если вам так нужно, потому что вы ещё не помните окончание. И вам комфортно. На этапе номер два уберите таблицу и сделайте то же самое упражнение без таблицы. Да? Вам комфортно. Хорошо. На этапе номер три уберите текст и сделайте упражнение на слух. А для этого вам, возможно, придётся самому записать эти примеры на аудио. Я очень часто это практикую на своих уроках. Мы делаем упражнения именно на слух. И у меня были студенты, которые говорили, что «Мария, мне некомфортно, я хочу видеть примеры». Ну хорошо, вы видите примеры на первом этапе. На втором этапе нужно немножко выйти из зоны комфорта. Потому что ведь если вы вдруг начнёте практиковать разговор, вам тоже будет не очень комфортно. И у вас не будет под рукой ни таблицы, ни субтитров, ни текста, который вам говорят носители языка. Правда? Поэтому шаг за шагом выходите из зоны комфорта, убирайте таблицы, убирайте текст, оставляйте только аудио. Вместо того, чтобы писать ответ, говорите ответ и так далее. И всегда себя контролируйте. Ну или найдите преподавателя или партнёра, который будет вас контролировать. Вторая идея для практики — это замечать формы, обращать на них внимание, когда вы слушаете или читаете. Например, вам нравится какой-то подкаст, или вы смотрите какое-то видео. Не по грамматике, а просто так, разговорное. И вы сами ставите себе задачу обратить внимание на, например, предложный падеж. Здесь важно, кстати, чтобы там подкасты, видео и тексты, которые вы использовали, были хотя бы более-менее для вашего уровня. И ещё одна идея для практики — создавайте упражнения сами. Никто, кроме вас, не знает лучше, какая лексика актуальна для вас, какие примеры актуальны для вас. Одна из таких идей — это коллекционировать вопросы, на которые вы уже можете ответить с помощью какого-то падежа. Например, вы изучили предложный, функции «Место», и сейчас вы можете ответить на вопросы «Где я был вчера?», «Где я работаю?» или «Где работает моя сестра?» и так далее. Вы пишете эти вопросы, например, там в приложении Quizlet или где-то в телефоне или даже просто на бумаге в тетради и так далее. И периодически вы возвращаетесь к этому списку, рандомно выбираете вопросы и отвечаете на них. Если вы используете Quizlet, там же можно добавить варианты ответа, которые вы часто используете. «Я был на работе», «Я был в спортзале», «Я был в бассейне». То есть так у вас будет максимально релевантное для вас упражнение с теми словами, которые вы действительно будете использовать в разговоре. Ну что, друзья, вот такое видео получилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы изучаете падежи. Если у вас нет проблем с падежами, поделитесь своими секретами. Если есть проблемы с падежами, тогда напишите, какие идеи из моего видео вам понравились, какие идеи для практики вы хотите попробовать. Ну и, конечно, я желаю вам всем удачи и до встречи в новом видео. Пока!